В этот летний день 1910 года Файфоклёх в доме сенатора Чалмерса в Вашингтоне обещал быть несколько необычным. Здесь, за чайным столом, должны были впервые лицом к лицу столкнуться... Впрочем, не будем забегать вперёд. Войдём в респектабельную, солидную гостиную Чалмерса, обставленную без кричащей роскоши, но и без ложной скромности, как и подобает преуспевающему государственному мужу, желающему получить дань почтительного уважения от своих сограждан. Вот он и сам, Томас Чалмерс, сенатор, миллиардер и, наконец, зять. Собственно, это последнее и есть самое главное, что можно сообщить о мистере Чалмерсе, ибо он зять самого Энтони Старквитера, финансового магната и одного из столпов американской цивилизации. Мистера Старквитера тоже ждут к чаю. Это и есть одна из достопримечательностей сегодняшнего приёма. Но он человек деловой и ещё не прибыл. Пока приехала его жена, миссис Старквитер, и младшая дочь Конни. Сюда же пожаловал мистер Хаббард, журналист, известный тем, что он не слишком дорого продаёт свои принципы. Отсутствует лишь хозяйка дома, жена сенатора и дочь Энтони Старквитера. Но вот сумрачной гостиной стало как будто светлее. Это Маргарет Чалмерс в изящном платье с цветами в руках в сопровождении своей горничной Линды появилась на пороге, ведя за руку сына. Мам, ну пошли поиграй. Ну нет, ну в другой раз. Беги с Линдой, мальчик. Линда. Бабушка! Бабушка! Помни! Ой, как похудел, Мэдж. Ты не находишь, Том? Наоборот, он здоровяк. Я настоящий индейец, правда, пап? Правда, милый? Правда, ты самый настоящий индейец. Ты самый белый индейец, которого я когда-нибудь видел. Томми, мальчик мой, получай игрушки. Спасибо, бабушка. Томми, от меня воздушные шары. Спасибо. Линда. Да, миссис. Отведите мальчика в детскую. Хорошо. Бабушка, побежали, я тебе новую игрушку покажу. Как это нравится, побежали. Тише. Тише, уронишь бабушку, Томми. Мамочка, а когда не уйду? Мы с тобой поиграем в индейцах. Ну, ты же знаешь, мамочка должна поехать в гости. В гости, в гости. Томми, а разве настоящие индейцы капризничают? Ну, а завтра мы с тобой поиграем. Ну, конечно, мой мальчик. Ну, беги с бабушкой, быстро. Здравствуй, Конни, дружочек. Здравствуй, Мэгги. Здравствуйте, миссис Шалмерс. Здравствуйте, мистер Хаба. Хаббард, виски с содой. Куда ты, Том? Мэтч, нам с мистером Хаббардом нужно кое-что обсудить по секрету. Приедет отец. Но мы вернемся. Хаббард, мы скоро вернемся. Конни, да, побудь здесь, дружочек. Мне нужно пойти переодеться, а то приедут гости. Маргарет, мне нужно с тобой поговорить. Ты не рассердишься. Я должна тебя предупредить. Ну, конечно, никто не принимает этого всерьез. А все же... Если речь идет о моем муже, то можешь не продолжать. Его похождения меня давно не интересуют. Нет, нет, твой муж тут ни при чем. Это касается тебя. Меня? Я даже не знаю, как начать. А ты начни сразу, с самого главного. Ну, вообще все это ерунда. Но мама нервничает. Знаешь, какая она у нас старомодная. Потом наше положение в обществе. Но он ведь враг папы. Враг твоего мужа. Ругает их на каждом перекрестке. А ты встречаешься с ним чуть не каждый день. Ведь завтра он собирается произнести в Конгрессе одну из самых ужасных своих речей. Об этом написано во всех газетах. Ты говоришь о мистере Ноксе, но он никому не сделал ничего плохого, дорогая. Ты думаешь? А ты знаешь, что он на днях публично назвал папу вором? Да ну, когда? Он сказал, что короли биржи готовы украсть у нищего последнюю корку хлеба. А при чем тут папа? Боже мой. Ну, конечно, он имел в виду папу. Глупышка. Станет папа воровать корки хлеба. Он и пальцем не двинет меньше, чем за 50 миллионов долларов. Да ты не понимаешь. Маргарет, он враг нашей семьи. Успокойся, дорогая. Он никому не враг. Он самый хороший. Самый чистый человек, которого я когда-либо знала. Не знаю. По-моему, он ужасный. Ужасный человек. Бедный Али Баба. Как его все ругают. Кто такой Али Баба? Папа. Папа, здравствуй. Как здоровье, папа? Спасибо. Спасибо. Чувствую себя превосходно. Так кто такой Али Баба? Говард Нокс. Папа. Почему Али Баба? Я его так прозвала. Али Баба в пещере сорока разбойников. Ты еще одна ночь. Маргарет. Я уже давно собирался поговорить с тобой. С тех пор, как ты вышла замуж, я не вмешивался ни в твои личные дела, ни в твое хозяйство, но эта история с Ноксом переходит всякие границы. Говорят, он бывает у тебя в доме. Он будет здесь сегодня. Я его жду с минуты на минуту. Моей дочери и жене сенатора Чалмерса не пристало принимать подобного проходимца. Тут вопрос не личный, а чисто политический. Я не понимаю, почему ты принимаешь его у себя? Потому что он мне нравится. Потому что я горжусь тем, что я могу назвать такого человека своим другом. Потому что я жалею, что на свете мало таких людей, как он. А потом, сознаюсь, отец, разве не забавно наблюдать, как один порядочный человек может привести в замешательство всех вас, королей биржи, вершителей судеб. Один может разворошить весь ваш муравейник. Сознаюсь, отец, он тебя смущает. Скажи, смущает, да? Нокс не джентльмен. Конечно. Если джентльменом считать только того, у кого есть деньги. Он просто невежда. Неправда. Он образованный человек. Он окончил университет в Орегоне. Университет для погонщиков скота. Демагог. Он разжигает низменные страсти толпы и угрожает существующему строю. Он угрожает нам, создавшим эту страну. Нам, от кого зависит ее процветание. Тебе не нравится, что мистер Нокс посвятил свою жизнь тому, чтобы все люди были сыты и счастливы, а дети не гибли от непосильного труда? Разве желание человека, чтобы дети жили как дети и были здоровы, это неизменная страсть? Ну, ты всю жизнь думал только о себе. Это неверно. Я посвятил свою жизнь обществу. Я даю людям хлеб и работу. Я когда-то в студенческие годы увлекался теориями всеобщего благоденствия. Но тогда я просто не понимал, как слаба и ненадежна человеческая плоть. Особенно, если ее не кормить. А теперь я более трезво смотрю на жизнь. Но есть еще опасные мечтатели. А на этот раз Ноксу крышка. В каком смысле? Завтра ваш Нокс произнесет в Конгрессе речь. И ему предложат предъявить доказательства тех обвинений, которые он выдвигает против правительства и против нас, опекунов страны. А никаких доказательств у него, естественно, нет. Он будет шельмован и растоптан. Так погибнет твой Али Баба и его глупые мечты. Прекрасные мечты. Ну что ж, если так, то очень жаль. Но мне нужно, наконец, пойти переодеться. Входит новый гость. По долгополому сюртуку и постно-благонамеренному выражению лица, нетрудно узнать в нем смиренного служителя церкви. Извините меня, мистер Рутланд, я сейчас вернусь. Здесь заседает, я бы сказал, семейный совет. Нет, спорят о мечтах и мечтателях. Я попрошу вас, замените меня в качестве их адвоката. О, с удовольствием. Мечтать, мечтать, это моя слабость. А о каком мечтателе шла речь? Мы говорили о мистере Ноксе. Что? Нокс? Не забудьте, вы обещали быть его защитником. Позвольте, Нокс, опасный для нашего общества человек. Он кощунствует, он оскорбляет церковь. Он... Боже мой, что творится с нашими дамами? Ваша старшая дочь, мистер Старквейдер, когда была девушкой, она была верной помощницей во всех маленьких делах, милосердия. А теперь я бы сказал... Гости постепенно собираются за чайным столом. Вот сенатор Доусет с супругой. Она с благоговейным восхищением взирает на спину Старквейдера, который, забыв о гостях, погрузился в свою записную книжку. Это же ваш отец. Да, давно мечтала с ним познакомиться. Вы знаете, у него свои странности. Вы не обижайтесь, что он с вами не поздоровался. Он может уйти, не попрощавшись. Ну, еще бы. Его голова полна великими замыслами. Это же удивительный человек. Муж говорит, что это величайший человек наших дней, куда могущественнее дюжины президентов и английского короля вместе взятых. Прошу вас, сенатор, отнесите чашку чая отцу. Папа, чашечку чая. Ах, это вы. Отличная погода, мистер Старквейдер. Я очень рад, очень рад. Почему вы не явились сегодня утром? Расхворался. Лежал в постели. Маленькое недомогание. Это не оправдание. Когда вас вызывают, вы должны являться. Законопроект об оплате за увечья на предприятиях был возвращен в комиссию. Зачем он был возвращен в комиссию? Затем, чтобы привлечь к себе внимание прессы. Мой секретарь передал вам мои распоряжения. Произошла ошибка, мистер Старквейдер. Ошибок быть не должно. Вы что, уже не пользуетесь больше влиянием в Сенате? Так скажите, я найду кого-нибудь другого. Как вы со мной разговариваете, мистер Старквейдер? У меня есть самолюбие. Я порядочный человек, мистер Старквейдер. Я занимаю определенное положение в моем штате. Я уважаемое лицо в администрации моего штата. Молчать! Администрация вашего штата принадлежит мне. Оставьте мусор в покое, я с вами разговариваю. Я купил администрацию вашего штата и заплатил за нее наличными. А вы только движимое имущество, приобретенное мной в придачу. Сенатором вы стали, потому что мне так удобно. Но вы так же легко перестанете быть им. Понятно? Понятно. Законопроект должен быть провален. Понятно? Понятно. Он должен быть провален тихо, без газетной шумихи. Понятно? Слушаю. Ступайте. Входят Чалмарс и Хаббард, оба слегка навеселе. При виде Старквейдера они сразу трезвеют. Сука, погрешня! Том, пойди ко мне, ты мне нужен. Том, твоя любовная связь в Нью-Йорке должна быть прекращена. Понятно? Что такое? Кто это вам насплетничал? Хаббард? Причем здесь Хаббард? Я получаю сегодня из своих источников. Ну, стоит ли говорить о таких пустяках? Пустяки? Я знаю все о каждой твоей встрече. Я знаю все подробности. С этим пора покончить. Я никогда не думал, что без ваших... А ты думай, думай и будь осторожен. Это полезно. Ты пьешь, развратничаешь. А в тебе же больное сердце. Я имею донесение твоего врача. А потом эти женщины. Будь благоразумен. И не забывай, что ты являешься мужем моей дочери. Ну, хорошо, я буду осторожен. Но раз уж вы заговорили о вашей дочери, разрешите мне так же продолжить эту беседу? Маргарет дружна с Ноксом. Он приходит сюда, в мой дом. Их водой не разольешь. Да? Ну, разумеется, я ни в чем ее не подозреваю. Но посудите сами. Вашей дочери разве пристала принимать у себя какого-то бунтовщика? Ты же ее муж. Почему ты не приберешь ее к рукам? Ах, у нее скверный характер. Вроде вашего. К тому же, мне кажется, что она кое-что знает о моих шалостях. Осторожно. Ну, конечно, опять дела, политика, вечная суета. А Томми выглядит ужасно. Я не понимаю, о чем только думает Мэдж. До чего дойдет мир, если все матери не будут знать, как нужно воспитывать своего ребенка. Да, да. А Мэдж со своими детскими садами заботится о всех детях, кроме собственного. Я должна буду с ней поговорить. Нет, пусть лучше он с ней поговорит. Да. Пожалуй, Энтони будет лучше, если ты с ней поговоришь. У нее твой характер. Эти дела, политика, вечная суета. Чем все это кончится? Пока все. Пока. Хорошо. Наконец, в гостиной появляется Маргарет. Она встречает новых гостей. Секретаря японского посольства Сакари и экзотически разодетую супругу перуанского посланника. Здравствуйте, мадам Ортега. Мадам, я очень рада, что вы здесь. Том, передай чаю, мадам Ортега. Хорошо. Я не знаю, мне просто даже как-то неловко предлагать вам, мистер Сакари, эту жидкость. Чай умеют готовить только на Востоке. Наверное, наш способ приготовления чая покажется вам варварским. Да, ваш американский чай совсем не похож на наш чай. Да. Но ко всему привыкаешь. Вначале меня поражали ваши обычаи. А сейчас, как бы это выразиться, я претерпелся к вашему чаю. Вы очень снисходительны к нашим недостаткам, мистер Сакари. Наоборот, в вашей замечательной стране я стараюсь не видеть никаких недостатков. И вам это удается? Вы необыкновенно вяжливый, мистер Сакари. Мистер Нокс. Не знаю, зачем я сюда пришел. Мне здесь не место. Почему? Если вы Али Баба, то где же вам место, как не в пещере сорока разбойников? Правда, я не ручаюсь за вашу жизнь, но ваши часы и ваш кошелек здесь в безопасности. Хотите, я буду вашим путеводителем в этом пиратском гнезде? Вон там сидит ваш главный противник. Дракон, которого вы должны пронзить. Человек, который держит в руках все страховые компании. Банки, верфи, шахты, заводы. Человек, который душит всякий росток свободы. Ненавидит все, что дорого вам. Короче говоря, мой отец. Таким я себе его и представлял. Но почему вы о нем так говорите? Потому что это правда. Увы, горькая, но правда. Вы действительно в пещере разбойников. А вон там вы увидите мистера Хаббарда. Главного трубадура всей этой корпорации. Ну, этого кто не знает. Сперва он писал статьи против нефтепромышленников. А затем, сторговавшись с ними, перешел на их сторону. Это самый бесчестный человек. И богу не пойму, зачем я здесь? Вы здесь, сэр, потому что я так захотела. Нет, ну не смотрите на меня так. Так, ваши глаза блестят. А нас подумают бог знает что. Извините, я нечаянно. Вы здесь, сэр, потому что я за вами послала. И вы знали, что я приду, правда? Подождите, подождите. Я хотела поговорить с вами о вашей завтрашней речи. Очень странно, что вы, дочь вашего отца, и вдруг интересуетесь жизнью простых людей. Я вам, наверное, кажусь изменницей в собственном стане. Наверное, это так и есть. У меня тоже были свои мечты. С детства моим героем был Авраам Линкольн, человек, отдавший жизнь в борьбе против рабства. И я мечтала о человечности, о справедливости для всех. Но что я могла сделать? Я женщина, а женщина не имеет права голоса. И я должна была молчать. И тогда я подумала. Будущее принадлежит детям. Я мать. И если я воспитаю честного, благородного человека, то через него я добьюсь того, о чем я мечтала. Но не будем говорить обо мне. Меня очень беспокоит ваша речь. Как поживаете, мистер Нокс? Кстати, об этой речи чашку чая, Маргарет, для миссис Ортега, два куска сахара. Только что и слышишь, что об этой речи... Кажется, вы собираетесь задать нам жару? Не больше того, чем вы заслуживаете. А, вы хотите сказать правду. Всю правду и ничего, кроме правды. Вот именно. Поверьте, не так уж мы плохи, как вам кажется. Ведь к каждому вопросу можно подойти с различных точек зрения. А мы, так же, как и вы, хотим стране только добра. И все еще надеемся найти с вами общий язык. Только не надо лгать с домом. Ты надеешься совсем на другое. Ты надеешься свернуть ему шею. Прошу тебя. Спасибо. Ну что ж, если мы не найдем с ним общего языка, конечно. А жаль, жаль, мистер Нокс. Вы могли бы очень далеко пойти в союзе с нами. Вы же знаете, какой железной рукой они правят в Конгресс. Им так легко заткнуть рот кому угодно. Я не понимаю, почему они, и именно они, дают вам возможность выступить. Они думают, что у меня нет доказательств. А они у вас есть? Будут документы, фотографии, письменные показания. Все будет. Молчите, будьте осторожны. Умоляю вас, будьте осторожны. Миссис Чалмарс, миссис Чалмарс, спасите меня, мистер Савкари, смеется на дороге. Может быть, мадам. Уверяю вас, он имел дерзость. Дерзость, Савкари, вы ли это? Он имел дерзость попросить меня объяснить ему, почему у нас на все такие высокие цены. Мой муж, сенатор Долсет, говорит, что все стоит так дорого, потому что все слишком хорошо живут. Да, я удивляюсь. Какая необыкновенная страна. Люди здесь бедны, потому что они слишком хорошо живут. Нет, нет, нет. Все зло в духовной нищете. Да, да, да. Духовная нищета подрывает основу основ, веру, промышленность и все на свете. Отсюда, я бы сказал, рост цен. Нет, скажем точнее, цены высоки, потому что рабочие недостаточно бережливы. Ага. Бережливость мать всех добродетелей. Спасибо. Значит, если народ будет бережлив, дела пойдут лучше. Совершенно правильно. А если он станет совсем, совсем бережливым и перестанет покупать что бы то ни было, наступит процветание. Я боюсь, что вы меня не так поняли. Может быть, мистер Нокс объяснит, почему все стоит так дорого? Мистер Нокс, я просто сгораю от любопытства, почему цены все время повышаются. Вы же социалист, вы все понимаете. Так расскажите нам, в чем причина роста цен. Надеюсь, мистер Нокс прольет нам новый свет на эту довольно запутанную проблему. Но неужели вы без страшной трибуны в Конгрессе струситесь здесь, среди друзей? Я считаю, что здесь не место об этом говорить. Почему? Нет, почему же? Скажите. Мне, например, интересно знать, что является причиной роста цен. Кража. Какая романтическая идея. Значит, все, что на мне, это краденое? Поясните вашу мысль, мистер Нокс. Охотно. Скажем, рабочие из Соединенных Штатов Америки вырабатывают товаров на 4 миллиарда долларов в год. А из них, в виде заработной платы, рабочие получают только 2 миллиарда долларов. Ну, а остальные 2 миллиарда у них крадут капиталисты. А этого еще мало. Продавая им продукты их собственного труда, предприниматели вздувают цены, чтобы из половины еще отнять половину. Ну, например, возьмем автомобиль. Автомобиль. Это изобретение дьявола? Мистер Нокс, у меня тоже есть автомобиль. А вы заплатили за него своим трудом? Конечно, нет. Я его просто купила. Вся эта философия. Давайте говорить конкретно. Возьмем меня. Я капиталист. Я краду еще как. Докажите. Постараюсь. Вы ворочаете миллиардами долларов. Вы можете диктовать цены. Вы их вздуваете. Люди платят вам за вещи гораздо больше, чем они стоят в действительности. То есть они платят с каждым годом все больше и больше. Вы называете это правом собственности. А я называю это кражей. Но разве за то, что я управляю концернами, сотнями крупнейших промышленных предприятий, мне не полагается вознаграждение? Я уже сказал. Но если вы один присваиваете себе столько денег, сколько получают за тяжелый труд миллионы рабочих, это не вознаграждение, а кража. А разве они делают два доллара там, где раньше другие делали только один? Для того, чтобы положить их себе в карман. Зато рабочий за обедом вместо двух блюд может съесть только одно. Вы опасный мечтатель или сумасшедший. Впрочем, это одно и то же. Позвольте, позвольте, позвольте. Ну, а как по-вашему я, мистер Нокс, тоже к роду, да? К вашему сведению, мистер Нокс, я получаю скромное жалование за то, что проповедую слово Божье. Ваше скромное жалование вам платят из краденых денег. Вы просто бунтовщик, мистер Нокс. Наверное, вы все это произнесете в вашей завтрашней речи, мистер Нокс. Ну, конечно, он ее репетирует. Мы попали на репетицию. Браво, 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 браво. Простите, простите. А как по-вашему можно помочь делу? Сменив государственную машину Америки. О, меня учили в университете, что ваша государственная машина превосходна. Просто превосходна. Она давно изжила себе. Она годится только на слом. С ее помощью нами управляют мошенники. Они кражу возвели в закон. Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает. Нет. Народ Соединенных Штатов Америки заслуживает лучшего правительства, чем то, которое он имеет. Американский народ стоит выше своих правителей. А наши правители мне напоминают анекдот о четырех тузах. Вы знаете этот анекдот? К сожалению, нет. В покер играете? А, как же, чудесная игра. Я изучил ее в университете. Наука обошлась мне довольно дорого. Дело происходило в Неваде. Мистер Нокс, я тоже играю в покер. Очень приятно. Дело происходило в Неваде, в поселке Золотоискателей. Так-так. Какой-то новичок наблюдал за игрою в покер. Ага. Стоя против банкомета, он увидел, как банкомет сдал себе четыре туза, вытянув их из рукава. Ну и что, ответил игрок. Я хотел вас предупредить. Он говорит, слушай, парень, ведь ты в этой игре ни черта не смыслишь. Сейчас карты сдает он, ну а потом их буду сдавать я. Вот так и наши политические деятели. Тот, кто пробрался в правительство, сдает себе четыре туза. А остальные ждут, пока не получат голоду в руки. Да, мистер Нокс, я могу сказать. Довольно. Довольно говорить о политике. Да. Мне пора идти. Благодарю вас. Я провел прелестные полчаса. О, я очень рада, мистер Сакарий. Всего хорошего, мадам. До свидания, мадам Ортега. Мадам Ортега, всего хорошего. До свидания. До свидания. Кажется, я свалял дурака. Наоборот, вы были великолепны. Неужели я должен всем им подать руку? О, нет. О, Али-баба. Идем за мной. О, что это? О, подумай только, сэр. О чем здесь все время говорили? О воровстве. Когда я была молода, у нас было не принято говорить о воровстве. О воровстве. Просто я не знаю. Я думаю, что это... Слуга подает Старквитеру телеграмму. Сэр. Ой, черт возьми! Простите, сэр. Попросите ко мне сенатор Чалмерса и миссера Хаббарда. Слушаюсь, сэр. Благодарю вас, господа. Я был рад вас видеть. Как видно, пора и нам. Пойдем. Энтони, нам тоже пора ехать. Конни, надо переодеться. Я никуда не поеду. Не забудь, мы приглашены на раут к туркам. Я никогда ничего не забываю, но ни к каким туркам не поеду. Конни, поехали. Сейчас, мамочка. Гостиная опустела. Возле Старквитера остались только Чалмерс и Хаббард. У чайного стола хлопочет слуга. Телеграмма из Нью-Йорка. Похищены секретные бумаги из моего личного архива. Подкуплены сценографистом. Эй, вы! Да, сэр. Позвоните Даблману немедленно. Простите, сэр. Кому? Моему секретарю домой, Даблману, немедленно. Слушай, сэр. Черт побери, кто же украл эти документы, а? Какой-нибудь шантажист. А что, если... Кто? А что, если завтра в Конгрессе эти документы опубликует Нокс? Сэр. Мистер Даблман уже выехал сюда, сэр. Он будет здесь с минуты на минуту. Проводите его ко мне немедленно. Слушай, сэр. Если документы сейчас у Нокса, нужно вырвать у него их немедленно. Не болтай глупостей. У Нокса нет денег, а сценографистка мистера Старкуэта расстоит недешево. Вбегает Даблман. Молодой человек незначительной наружности, как и подобает секретарю столь могущественной особы, как Старкуэта. Вы получили телеграмму? Если Нокс огласит документы из трибуны Конгресса, они приобретут совершенно другой вес. И в это время Херст опубликует их во всех своих газетах. Какие документы украдены? В точности ничего установить не удалось. Но без сомнения украден перечень сумм, которые получил от нас военно-морской министр в благодарность за передачу нам нефтеносных земель, принадлежавших военно-морскому министерству. А также, и это самое главное, сэр, все документы о наших расходах по развязыванию войны в Южной Америке. И еще, наверное, немало других. Эх, черт возьми! Свяжитесь снова с Нью-Йорком. Пусть сообщат подробности. Я буду у себя. Слушаю, сэр. Черт, поверь, дело серьезное. Серьезное, серьезное. История не знала подобного скандала. Тут поставлены на карту сотни миллионов долларов. Но этого мало. Меня страшит толпа. Эта темная людская масса с животным инстинктом, с убогим сознанием может выйти из повиновения и разрушить то, над чем я работал всю жизнь. Трудно себе представить, какой поднимется вой, если Нокс выступит в Конгрессе и представит доказательства. Не исключена возможность смены правительства. Народ разжигает левая пресса и красные демагоги типа этого Нокса. А этот Нокс не дурак, хотя и мечтатель. Значит, документы сейчас у Нокса. Они должны быть возвращены. Я беру это на себя. Неслышно входит Маргарет. Она играет в прятки с сыном. Но, заметив трех заговорщиков, останавливается за колонной. Тогда не теряйте времени, Хаббард. Через двадцать часов Нокс выступает с Рэйчей в Конгрессе. Постарайтесь с ним договориться. Предложите ему отступного любую сумму. Есть же и на него цена. А если нет? Тогда добудьте документы другими средствами. А что вы имеете в виду? Понятно. И что бы ни произошло, мое имя не должно быть замешано. Понятно? Понятно. Ступайте. Что у вас тут происходит? Заговор? Нэч. Да. Да, заговор. Мы собираемся поднять цены еще выше. Разбойники замышляют очередную кражу. Не теряйте времени, Хаббард. Том, пойдем ко мне. Ты мне нужен. Да, я сейчас переоденусь и буду у вас. Маргарет, ты заедешь за мной к отцу, и мы поедем на прием к туркам. Из-под стола вылезает огорченный Томми. Мамочка, ты больше со мной не хочешь играть? Я же был таким хорошим индийцем. Ах, Томми, Томми. А между тем, Хаббард действительно не терял времени. К восьми часам вечера, когда Нокс имел обыкновение возвращаться к себе в отель, его скромный номер был уже сверху донизу обшарен, самым аккуратным образом обыскан двумя прилично одетыми джентльменами в котелках под руководством самого мистера Хаббарда. Легкий шум в коридоре заставил их поспешно спрятать карманные фонарики и другие принадлежности их профессии и отступить через вторую дверь в смежный номер. Из коридора входит человек в скромном черном костюме. Он зажигает свет и с некоторым удивлением оглядывает пустую комнату. Входит Нокс, держа в руке ключ. Джиффорд, как вы сюда вошли? А очень просто. Дверь-то вы не запираете. Неужели забыл? А уж не знаю. Ну, Джиффорд, Джиффорд, ну! Вот они. Джиффорд, а вы уверены, что подлинны? Рисковать мне нельзя. Херст в любую минуту может уйти в кусты с ним. Это не впервые. Он долго со мной торговался. Хотел дать копии, но я стоял как скала. Ну, а поскольку у Херста свои счеты с правительством и ему выгодно свалить его для своих целей, он и согласился. Не знаю, Джиффорд, понимаете ли вы, что они для меня значат? Как я вам благодарен, Джиффорд. Бросьте. О чем тут говорить? Ведь давно пора эту шайку вывести на чистую воду. А вы посмотрите, какой они завтра подымут вой в Конгрессе. Вот если бы вы стали взывать их совести, они облили бы вас презрением. А если вы ударите по их больному месту, карман? Ага. Да вы увидите пещерного человека во фраке, который лязгая зубами рычит над костью. Да. А как в отношении законопроекта о возмещении зубич? Это все так же. Прочно застрял в подкомиссии. Ох, трудно. Вы же знаете, что творится сейчас на железных дорогах. Послушайте, Говард, ваше завтрашнее выступление в Конгрессе необходимо рабочим, их семьям, их детям. Ну, мне пора. И поосторожнее с этими бумагами. От этой шайки Старкуэтра все можно ожидать. А кроме нас с вами никто не знает, что они здесь? Нет. Ну, а ночью я их под подушку положу. Да? Не хотел бы я сейчас оказаться в конторе Старкуэтра, когда откроется пропажа, а? И выдайте им завтра по первое число. Я буду на галерке. Прощайте. Прощайте. Нокс садится к столу, рассматривая документы. Да-да, сейчас, сейчас. Войдите. На пороге, как ни в чем не бывало, стоит мистер Хаббард. Хау! С таким человеком, как вы, мистер Нокс, лучше вести дело на чистоту. Мы с вами люди взрослые, и не будем играть в прятки. Вы знаете, что мое положение позволяет мне вести с вами переговоры. Ну, да. Насчет вашего положения, я все знаю. Мы не хотим с вами ссориться. Ну, что ж. Тогда попробуйте уговорить ваших хозяев перестать грабить народ. О-о-о, не надо. Не тратьте. Не тратьте на меня порох. Поберегите ваше красноречие до завтра. Нас здесь никто не слышит. Вам выгоднее с нами договориться. А вы что? Хотите меня купить? Ну, что вы? Что взяли? Ну, вы член Конгресса. Карьера всякого выборного лица зависит от того, в какой комиссии он заседает. Вас закопали в комиссию мер и весов. Это же мертвое дело. Скажите слово, и вас назначат самую, что ни на есть влиятельную комиссию. А кто же раздает эти назначения? Вы же. Разумеется. А не то. Зачем же я пришел бы сюда? Я знал, что наше государство прогнило насквозь, но никогда не думал, что правительственные посты разбазаривают с каким-то газетным писакой. Значит, вы согласны? А вы сомневались. Ну, что же. Хорошо. Хорошо. Есть другой выход. Вас интересуют социальные проблемы. Те лица, кого я представляю, и дают самый горячий интерес к вам и к вашему будущему. Для того, чтобы вы смогли расти, а не согласны послать вас в Европу, скажем, ну, лет на 10. Там, вдали от всей этой бестолковой суеты, вы сможете углубить свои познания. Ежегодно вы будете получать по 10 тысяч долларов. В тот день, когда вы покинете Америку, вы получите кругленькую сумму в размере 100 тысяч долларов. М? Это интересно. Вот, значит, как вы покупаете людей. Поймите, речь идет о чисто культурном начинании. Вы же сами только что сказали, нам не к чему играть в прятки. Вы правы. Сколько вы хотите? За что? Чтобы бросить политику? Вы меня хотите купить всего с потрохами? Не только. Мы хотим купить известные вам документы. Какие документы? нехорошо. Нехорошо. Теперь вы собираетесь со мной играть в прятки? Порядочному человеку стыдно врать. Даже такому малопорядочному человеку, как вы? Даже такому, как я. Но вы себя выдали. Вы отлично знаете, о чем идет речь. Речь идет о документах, выкраденных Херстом, старку Котором. Вы собирались их завтра огласить? Да! Я собираюсь их завтра огласить. Вот именно! Сколько вы за них хотите? А я ничего не продаю. И вообще ничем не торгую. Минуточку. Минуточку. Не торопитесь. вы забыли, с кем вы имеете дело. Вам не удастся воспользоваться этими бумажками. Уж в этом вы мне можете поверить. Босс шутить не любит. У него не тот юмор. Вам выгоднее продать эти бумажки за большие деньги. Что? Что? Не открывайте деньги. Я не хочу, чтобы меня здесь видели. боитесь компрометировать себя моим обществом? Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Да и вам это тоже может повредить. Мне скрывать нечего. Но если вы так боитесь, я провожу вас через другую дверь. Прошу. Сейчас, сейчас. Маргарет? Ради бога, простите мне мое вторжение, но мне нужно вас видеть. Я звонила по телефону, никто не отвечал, а потом все время попадала не туда. Я рад, я счастлив. Томми? Входят Томми и Линда. О, Томми. Здравствуй, Томми. Здравствуйте, мистер Нокс. Как ваше здоровье? Спасибо, хорошо. Ой, книжек-то сколько-то. У меня не было другого выхода. Мне нужно вас предупредить. Это ваша лаборатория. Здесь придумывается средство от социальных болезней. Ой, если бы у меня был бы такой же талант, как у Пастера в медицине. Он у вас есть? Нет. Я это знаю. Я знаю вас лучше, чем вы знаете себя сами. Вы читаете все эти книжки? Да, читаю. Я все время учусь. Пойдем, Томми, посмотрим в окно. Я хочу поговорить с мистером Ноксом. Иди с Линдой, мальчик. Мама хочет поговорить с мистером Ноксом сама. Пойдем, там, там, Томми. Ну, что же, вы даже не хотите предложить мне сесть? Ради Бога, простите. Прошу вас. Нет, я на минутку. Мне нужно еще заехать за мужем. Мы едем с ним вместе на этот бал. А ваша служанка, она... Линда? У нее не выпытаешь ничего даже при помощи раскаленного железа. Так она мне предана. Когда вы сегодня ушли, отец получил какой-то телеграмм. Насколько я поняла, пропали какие-то документы, и они думают, что эти документы у вас. Будьте осторожны. Умоляю вас, будьте осторожны. Да мне ничего не угрожает. Да вы их не знаете. Вы их совсем не знаете. Они не остановятся ни перед чем. Отец уверен, что ему все дозволено. Да это я знаю. Он думает, что ему поручено править миром и вершить правосудие. Он маньяк, он верит себя как в Бога. Я знаю это. Вам грозит опасность? Сегодня вечером я никуда не выйду, а завтра при свете дня они ни на что не решатся. я пойду в конгресс и я скажу свою речь. Вот документы. Господи, если с вами что-нибудь случится, я... Вы вас беспокоит моя судьба? Вы беспокоитесь за Говарда ног сообщественного деятеля или за меня, человека? Почему у женщины такая несчастная судьба? Почему я должна молчать? Почему я не имею права высказывать свои чувства? Ведь вы все равно о них знаете. Вы не можете не знать. Да. Меня беспокоит судьба Говарда ног общественного деятеля и человека. Линда. Да, Ниссис? Линда, отведите Томми вниз и подождите меня в машине. Что вы делаете? Я приду за вами следом. Томми, простись с мистером Моксом. До свидания, мистер Мокс. До свидания, Томми. Линда, никто ничего не должен знать. Хорошо, Лисов. Мамочка, ты скорей не ходи. Приду, приду, мой мальчик. Мокс кладет документы на бюро. Я прошу вас, уйдите. Я не хочу думать о вас как о женщине. Я не должен. я больше не могу. Я схожу с ума. Ну что ж, а я рада. А я хочу, чтобы вы думали обо мне, как о женщине. Я хочу, чтобы вы сходили с ума. Ну поглядите же на меня. Говард, Маргарет, Говард. Я люблю тебя, Маргарет. Я так давно люблю тебя. Но я не хотел говорить вам об этом. Я не хотел, чтобы вы знали об этом. Смешной. А я давным-давно знаю о том, что вы меня любите. Как? Вы мне сами рассказывали об этом всячески. Разве вы могли смотреть на меня, не говоря о том, как вы меня любите? Так вы знали? А как же я женщина? Разве мне нужно было, чтобы вы сказали мне об этом словами? Ну дайте же мне поглядеть на вас столько, сколько я хочу, не боясь чужих глаз. Я люблю тебя. Люблю. Первый раз в моей жизни люблю. А ты люблю. Люблю. Магард. Говард, Говард, я хочу говорить с вами. Помните, я рассказывала вам о своей юности? Ведь я же мечтала делать добро людям, служить им по-настоящему, как это делаете вы. Но мне не дали всю мою жизнь. приходилось поступать так, как это хотели другие, ломать себя. да я и замуж вышла, думая, что это даст мне свободу делать то, что я хочу. Но мой муж оказался тенью моего отца и делает все то зло, которое я хотела искупить. Я так устала, Говард. Я ненавижу своего мужа. Я никогда не любила его. И я часто теряла веру. Веру во все. В добро, в справедливость, в человека. И вот только вы, вы вернули мне эту веру. Вы разбудили меня. Ведь сегодня я пришла к вам. Я не думала о себе. Я хотела помочь делу. Я осталась. Слава Богу, я осталась. Я поняла, что только вы, вы один нужны мне больше всего на свете, Гова. Ну, вот вы сегодня пришли. так рад, Маргарет. Я счастлив. а я не должна была приходить. Правда? А я ничуть не жалею о том, что я пришла. Я только жалею о том, что я не сделала этого раньше. Что я раньше не знала. ничуть твоих 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 глаз, твоих губ. Ведь я же не каменная, я самая простая обыкновенная женщина. Ну, ну, поцелуй меня, любимый мой, но поцелуй. Гова. Маргарет. Гова. Маргарет. Нет, это невозможно. Но почему мы не встретились с вами раньше? Как бы мы могли быть счастливы, вместе думать, вместе работать? Ну, разве теперь уже поздно? Я не имею права на вас. Из-за мужа? Но он много лет мне не муж. У него нет никакого права на меня. Кто же, кроме вас, которого я люблю, может иметь на меня право? Нет, какое мне дело до вашего мужа? Но ведь вы тоже не имеете права на меня. А кто же? Имеет на вас право? Нет, нет, у меня нет другой женщины. Вы единственная для меня. Ах, Говард. Но на меня имеют право много других. 200 тысяч граждан, которые выбрали меня своим представителем в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Но есть еще миллионы других. На меня имеют право все те, чье дело я защищаю. Дети. Два миллиона детей, работающих на патагонных предприятиях Америки. Я не могу их предать. Ну, сегодня. Вы помните? Мы с вами говорили о краже. Разве это? Не было бы кражей? Говард. Что вы говорите? Вы теряете голову. Нет, я чуть было ее не потерял. Вот не помню, рассказывал ли я вам о ребенке, выросшем в трущобах. Когда его спросили, откуда он знает, что наступила весна, он ответил, как же. Напротив, в кабаке, выставили вторые рамы. Маргарет, представьте себе, что мы с вами забыли обо всем на свете, кроме нашей любви друг к другу. Как по-вашему, что с нами будет? Нас сделают образцом безнравственности, наши имена вываливают в грязи, а моей политической деятельности будет положен конец. А что скажут рабочие? Вы подумайте сами, что скажут рабочие, когда узнают? Говард, дочь финансового короля, жена сенатора, мне перестанут верить. Я буду выбит из борьбы. Говард, но ведь жизнь так коротка, она так скупо дарит нам радость. Но неужели же мы не имеем права хотя бы на крохи счастья? Вот когда я смотрю вам прямо в глаза, мне так легко забыть обо всем на свете. Но ведь это кража. Нет, это не кража. Наша любовь принадлежит нам, нам двоим, больше никому. Разве? А Тони, разве он не имеет на тебя права? Замолчи! Нет, нет, не могу молчать, я не должен, ведь ты хочешь отнять счастье у него, у Тони. Марк, вспомни о своем ребенке. Марк. Я была так одинока. Всю мою жизнь совсем одна. И вот теперь, когда я узнала тебя, жизнь показалась мне такой удивительно прекрасной. Словно в унылый пасмурный день вдруг засветило солнце, и мне стало тепло. И ты хочешь отнять у меня это тепло, вырвать мое счастье. нет. Ты отдашь его сама. Я не могу сделать это без твоей помощи. Мне трудно, Марк. Ты видишь, как мне трудно. И ты должна мне помочь, Марк. дверь из соседнего номера претворяется, и в щели показывается физиономия Хамбарда. Да. Наверное, ты прав. Нельзя воровать. Даже любовь. Для таких, как мы, краденый плод горек. Я пойду. Нам больше нельзя видеть друг друга. Я так люблю тебя. И я рада, что ты меня любишь, что ты обнимал меня. Этого у меня никто не отнимет. Постарайся забыть. Помни только одно. Где бы ты, Никки, что бы с тобой ни случилось, мои мысли всегда с тобой. Прощай. Погоди. Я хочу иметь от тебя что-нибудь на память. Подари мне ту фотографию, где ты в саду, которая мне так нравится. только не надо рисковать. Не посылай с посыльным, а пошли мне просто почтой. Хорошо. Я опущу ее в ящик сама. Если есть справедливость на земле, мы встретимся опять. Маргарет! 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 Нокс бросается вслед за Маргарет. Наступает решительная минута для Хаббарда. Он протягивает руку. Когда Нокс возвращается в комнату, здесь все по-прежнему. Только на бюро уже нет документов и дверь в соседний номер оставлена открытой. Нокс бросается туда, но Хаббарда уже и след простыл. Украли! На следующее утро документы, скрывающие в себя тайну ни одной грязной финансовой махинации, продолжали свое необычное головокружительное путешествие. Теперь они неугодливо доставлены Хаббардом в вашингтонский кабинет мистера Старквитера, где на стене висит огромный портрет Авраама Линкольна, освободителя рабов, а под синью его заключаются бесчестные сделки, покупаются сенаторы, конгрессмены и вершится американская политика. Аккуратно перевязанные документы лежат в портфеле удовлетворенно улыбающегося мистера Старквитера, а изрядно обнаглевший от своей удачи Хаббард, походкой преуспевающего человека направляется к двери и сталкивается с Маргарет. Здравствуйте, очаровательная миссис Чалмер. О, какие мы гордые, мистер Нокс, мистер Нокс, а вот ваш муж вряд ли. Это шантаж? Вы отцу уже об этом сообщили? Успокойтесь, еще нет, но советую вам быть со мною любезнее. мистер Нокс, мистер Нокс, мистер Нокс. Я делал и делаю для тебя все возможное. У Тома блестящее будущее, он джентльмен. Тебе не на что жаловаться. Вы думаете? Впрочем, вы никогда об этом и не думали. Разве вас когда-нибудь интересовало, что чувствуем я, мама, конь? Мне даже иногда кажется, что вы сомневаетесь в том, будто у женщины есть душа. А что касается моего мужа, вы правы. У него блестящее будущее. Но вы ведь выбрали мужа не для меня, а для себя. Вам он удобен, вам он полезен. Вот вы и продали свою старшую дочь такому мужу, который удобен вам. Ты все такая же упрямая. У тебя всегда было слишком много характера для женщины. Ты и сейчас пытаешься проявить его? Если бы меня в свое время хватило характера, чтобы вас не послушать... твои рассуждения меня не интересуют. Речь не об этом. Я послал за тобой для того, чтобы прекратить твое дальнейшее знакомство с этим Ноксом. Такому проходимцу не место... я бы не стала его оскорблять. Я требую. Я требую, чтобы ты перестала встречаться с этим типом. Слышишь? Раз и навсегда. А мы с мистером Ноксом сами решили больше не встречаться. Вас это удовлетворяет? Если это так, вполне. Я, конечно, никогда не подозревал тебя в чем-нибудь дурном. Как вы плохо знаете, женщина. Вам, наверное, кажется, что мы куклы, что у нас нет ни сердца, ни желаний, ни собственных поступков, что мы целиком во власти вашей бездушной пуританской морали. Ты хочешь сказать, что этот негодяй и ты уже... Я не собираюсь говорить, чего бы то ни было. Я хочу сказать, что я жена Тома и мать Томми. А, ну, слава Богу. Так вот, что касается этого Нокса. Я вчера наблюдал за ним. По-видимому, он не глупый человек. У него есть какие-то свои бредовые идеалы. И, пожалуй, он один может быть опаснее тысячи анархистов. Но он не практик, он мечтатель. Он думал нанести мне удар при помощи вот этих документов. Но с Энтони Старквейдер не так-то легко справиться. Как видишь, документы возвращены их законному владельцу. А твой Али-Баба, так кажется, ты его зовешь, сегодня провалится в Конгрессе и будет посмешищем для всей страны. Туда подниму дорога. Назидательно повертев перед носом дочери пачкой документов, Старквейдер снова прячет их в портфель и, весьма довольный собой, направляется в нишу, где поблескивает стальными частями внушительный сейф. Маргарет выхватывает документы из портфеля, беспомощно оглядывается. Мгновенно приняв решение, она взбирается на стремянку, стоящую книжного шкафа. С трудом дотянувшись, закидывает конверт с документами за портрет Линкольна и, как ни в чем не бывало, с журналом в руках усаживается на свое место. Старквейдер все в том же отличном расположении духа возвращается и заглядывает в портфель, где документов, увы, уже нет. кто-нибудь входил сюда? Никто. Странно. Документы лежали здесь в портфеле. Сверюху, в комнате не было ни души, кроме нас с тобой. Документы пропали? Пропали. Отдай их. Я я не выходила из комнаты? Знаю. Верни мне бумаги, они у тебя. У меня их нет. Зачем ты лжешь? Говорю тебе, у меня их нет. Это ложь. Если ты мне не веришь. Куда ты? Домой. Стой. Вернись. Вернись. Садись. Сядь. Прежде чем выйти из этой комнаты, ты вернешь мне бумаги. Ты не понимаешь, что ты сделала. Твой поступок может иметь более серьезные последствия, нежели ты себе это представляешь. Я получу эти бумаги. Я получу, если мне даже придется вырвать их у тебя силой. я получу, так лучше верни мне их сама. Ну, что ты решил? Почему ты молчишь? Ну? Мне нечего сказать. Давай обсудим вопрос здраво. Ты не имеешь никакого права на эти бумаги. Они мои, они были похищены из моего личного архива. Я повторяю, они принадлежат мне. Отдай их. А я повторяю, у меня их нет. 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 Ну, значит, ты их куда-то спрятала? Может быть, вот здесь с заливом? Нет, 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 нет. Тебе это не поможет. Предупреждаю, я могу забыть, что ты мне дочь. Больше того, я могу забыть, что ты женщина. Не толкай меня на крайние меры. Маргарет, у тебя есть еще время одуматься. Верни мне бумаги. Отпусти меня. Ну, поверь, бумаг у меня нет. Я тебе даю слово, что если ты меня отпустишь, я не унесу их с собой. Но если бумаги не у тебя, то где они? Куда ты их спрятал? Скажи, я отпущу тебя. Ну? Вы звонили, сэр? Да. Даблман, вы все время были в соседней комнате? Да, сэр. Кто-нибудь проходил мимо? нет, сэр. Отлично. Посмотрим, что скажет горничная. Вы звонили, сэр. Да. Встаньте здесь. Я слушаю, сэр. Скажите, за последние несколько минут, кто-нибудь входил сюда из прихожей? Никто, сэр. После того, как прошла миссис Чалмерс. Откуда вы это знаете? О, сэр. Но я ведь все время была в холле. Я там заканчивала уборку, сэр. Ступайте. Слушаю, сэр. Неприятная история, Даблман. Документы, украденные у меня Херсом, несколько минут тому назад были возвращены мне Хаббардом. Они лежали вот здесь, на столе в портфеле. В комнате находились только я и миссис Шалмерс. Стоило мне отойти к сейфу, как документы пропали. Да, сэр. Их взяла миссис Шалмерс, они у нее. Да, сэр. Документы мне нужны. Что делать? Ну? Пошлите за мистером Хаббардом, сэр. Он один раз вам же их вернул. Да, пожалуй, вы правы. Позвоните ему, он, наверное, в клубе прессы. Слушаюсь, сэр. Не выходите из комнаты, позвоните отсюда. Никто не смеет выходить из комнаты, пока документы не будут найдены. Если моя дочь способна совершить кражу, я не могу верить больше ни одному человеку. Позвоните также сенатору Чалмерсу, пусть явится немедленно. Слушаюсь, сэр. Алло. Рэд 624, срочно, прошу вас. Маргарет, подойдите ко мне. Ближе. Зачем ты это сделала, Маргарет? Правда, что между тобой и Ноксом нет ничего? Давайте не обсуждать такие вещи в присутствии слуг. О своем достоинстве вам следовало позаботиться прежде, чем идти на воровство. Тем не менее, существует приличие... Не для воровок. Маргарет, у тебя есть еще время. Верни мне бумаги, и никто ничего не узнает. В дверях появляются миссис Старквейтер и Конни в пальто и шляпах. Ну, ну, мы готовы, Анатолий. Я только не понимаю, для чего понадобилось устраивать такую суматоху. Мы ни за что не поспеем на этот двухчасовой поезд. Гораздо было бы лучше, если мы могли бы его несколько отложить. Конечно. Ну, папа, что случилось? Даблман, заприте дверь. Что такое? Боже мой, что случилось, Антони? Мэдж, что произошло? Ничего особенного. Тебе придется побыть здесь несколько минут. Вот и все. Да у меня нет ни одной минуты времени, я и так никуда не успеваю. У меня уйма дел. Я не знаю, как уложиться в такой короткий срок. Да что, все это значит, наконец. Скоро узнаешь. Если моя дочь позволяет себе красть. Что? Красть? Нет, позвольте. Позвольте, кто из вас сошел с ума? Где Томми? Он ждет нас в машине. Но вы идете? Пусть сидит и ждет в машине. Маргарет пойдет тогда, когда я ее отпущу. Откройте, Даблман. Слушаюсь, сад. Входят Том Чалмерс и Хаббард. Добрый день, сенатор. Том, мистер Хаббард, речь идет о документах, которые украл у меня Херст и вернул мне Хаббард. Их снова украла у меня Маргарет из-под самого носа. Документы лежали вот здесь, на столе, в портфеле, сверху. В комнате не было ни души, кроме меня и миссис Чалмерс. Никто в комнату не входил, никто из комнаты не выходил. Стоило мне отойти к сейфу, как документы пропали. Их необходимо найти. Мэтч, это правда? У меня их нет. Если документы в комнате, их нетрудно найти. Обыщите комнату. Шкафы заперты, ключи у меня. Что такое? Столы, стулья, бумаги, даже корзина для бумаг. Все обыскано быстро, тщательно, почти профессионально. Встав на стремянку, Чалмерс, затем Даблмен, шарят на книжных шкафах, почти касаясь портрета Линкольна. Маргарет в отчаянии следит за ними. Ну, больше искать негде. В комнате их нет. Может быть, вы их сами куда-нибудь засунули? Ерунда! Их взяла Маргарет. Если их нет в комнате, значит, они у нее. Послушай, Мэгги, зачем тебе эти документы? У меня их нет. Да? Ну-ка. Чалмерс пытается обыскать Маргарет. Как вы смеете? Я вряд ли смогу быть вам полезен. Пожалуй, мелочу уйти. Постойте. Что бы вы сделали на моем месте, Хаббард? Принимая во внимание некоторые обстоятельства, мне трудно вам советовать. Какие обстоятельства? Продолжайте. Ну, прежде всего нужно установить, действительно ли взяла эти документы миссис Чалл. В этом нет никакого сомнения. А зачем они ей понадобились? Что такое? Какие обстоятельства? Вы что-нибудь знаете? Дело слишком деликатное, мне не хотелось бы об этом говорить. Причем тут деликатность? Говорите. я бы не хотел. А я вам предлагаю, продолжайте. Вчера вечером, когда я был в гостинии... Подождите минутку. Пускай он говорит, что хочет, но сначала дайте уйти. Конни! стойте! Никто не смеет выходить из комнаты, пока документы не будут найдены. Маргарет, Маргарет, я обещаю тебе, если ты вернешь мне бумаги, то Хаббард, что бы он там не видел, не скажет больше ни слова. Клянусь тебе. Ну, говорите, Хаббард. Нет, не смейте. Я отдам документы. Маргарет медленно направляется к стремянке, смотрит на портрет Линкольна. Все напряженно следят за ней. Неожиданно она резко поворачивается. Неправда! Их у меня нет! Говорите, что хотите. вчера вечером... Дайте мне уйти. Выпустите меня, выпустите! Отойдите от дверей! Отойдите от дверей! Я умру! Я умру! Я не могу! Я не могу служить! Я равно я не буду служить! Черт побери, Чалмарс, мне эта история крайне неприятна. Мне не хотелось больше, меня в нее впутывали. Поздно. Вы должны объяснить ваши грязные намеки. ах то... Ну, что же, пожалуйста, дело в том, что она, то есть, миссис Чалмарс, была вчера вечером в гостинице в номере у нутса. это неправда ложь! Вам придется это доказать, Хаббард. Если это клевета, вы мне дорого за нее заплатите. А вы взгляните на нее. Вы у нее спросите. Мне нужно было срочно видеть мистера Нокса. Со мной была Линда и Томми. Это меняет дело. Да, если бы ваша жена сразу же не отослала прислугу и ребенка, не осталось бы с Ноксом наедине. На одну минуту? Только на одну минуту? На довольно долгое время. Я, по крайней мере, успел соскучиться, дожидаясь конца их свидания. Меня интересует, где вы были, Хаббард? В соседнем номере. на дверь была приоткрыта. Что вы там видели? Неужели у вас нет ни капли стыда? Я была у Нокса всего несколько минут. Отлично. Хорошо, мы это сейчас проверим. Даблман! Да, сэр. Позовите сюда горничную миссис Чалмерс. Слушай, сэр. Где же, где же ваш охваленый добродетель? Путаетесь, с кем попало? Не надо со мной так разговаривать, Том. А как вы хотите, чтобы я с вами разговаривал? Как никак я ваш муж? Вы давно перестали им быть. Что вы этим хотите сказать? Вы отлично понимаете, о чем идет речь. Я знаю все. И мне не нужно, чтобы кто-нибудь открывал мне глаза. Я ведь женщина, а мы такие вещи узнаем безошибочно. От вас всегда пахло чужими духами уже много лет. Я не сомневаюсь, что поймать вас мне было бы очень легко, но мне это не было нужно. Когда у меня родился сын, я примирилась с вами, и вы перестали меня интересовать. Вы и ваши похождения. И что же, чтобы отомстить мне, вы спутались с этим Ноксом, а теперь украли у отца документы для вашего любовника. Неправда, он мне не любовник. Маргарет бросается навстречу вошедшей Линде. Короткий обмен взглядами, и Линда все поняла. Подойдите ближе, встаньте здесь, скажите, где вы были вчера вечером? Вы понимаете, о чем я вас спрашиваю? Отвечайте. мне кажется, сэр, вас это не касается. Вы не имеете права меня допрашивать. Я не знаю, о чем вы думаете, но что такого, если я пошла погулять с моим молодым человеком? От нее не добьешься толку. Да, Буман? Да, сэр? Пошлите за Томми. Ради Бога, не надо. Только не вмешивайте Томми. скажите им правду, Линда. Не обращайте на меня внимания. Скажите им правду. Отлично. Встаньте здесь. Скажите вчера вечером вместе с миссис Шалмерс, вы были в гостинице у мистера Нокса? Да, сэр. Миссис Шалмерс отправила вас ребенка вниз. Я осталась вдвоем в комнате с мистером Ноксом. Да, сэр. Вы ждали ее в машине? Да, сэр. Сколько времени? Ну? Прекратите этот допрос. Я была там полчаса, час, столько, сколько подсказывает вам ваше грязное воображение. Ступайте, Линда. Вы свободны. Стойте! Отойдите в сторону. Теперь вам понятен мотив ее поступок. Нет, вы еще нам не сказали, что там происходило. Как вам не стыдно? Ну, знаете, по-моему, все ясно, что обычно делают люди в подобных случаях. я наблюдал эту сцену довольно долго, потом заметил брошенные ног сом документы, положил их в карман, ну, так сказать, спочил на лаврах. Да и, и когда вы их видели, они пребывали в объятиях друг друга и, увы, получали от этого нескрываемое удовольствие. какой подлец! Когда же вы уймете вашего пса? Тогда, когда вы вернете мне бумаги. Маргарет, Маргарет, вы слушайте меня внимательно. Вы не отдаете себе отчетов в важности этих документов. Если они не будут мне возвращены, то может произойти катастрофа, которая обойдется мне в сотни миллионов долларов. больше того может подорвать мой авторитет, мое влияние в правительстве. Боюсь, Том, тебя больше не выберут в Сенат. Да, кстати, это касается всех. Все, что происходит в данный момент в этой комнате, должно умереть здесь навсегда. Понятно? Да, но ведь она же изменила такие выражения. неуместны по отношению к моей дочери. Советую тебе жить так, словно ничего не произошло. Понятно? Дьявол! Дьявол! Верни мне бумаги, а не моя собственность. Мне кажется, что они собственность тех, кому вы лгали, кого вы обманывали, кого вы обкрадывали. Они собственность народа. Да ты что, влюблена, что ли, в этого политического бандита, в этого проходимца? Для него ты идешь на преступление? Не для него, а для детей, для будущего, для народа. Мистер Рутлинг! К черту! К черту! Хотя постойте! Постойте! Пусть войдет! Слушаюсь, Алла. Я слишком много делал для церкви. Посмотрим, что церковь сделает для меня. Пожалуйста, пожалуйста, Мэгги, отдай ты ему эти документы, подумай обо мне. Ты слышишь, что говорит папа? Что, если этот скандал выйдет наружу, что тогда будет со мной? А так папа ликвидирует эту неприятную историю. Никто не посмеет она сказать ни слова. Отдай ему эти противные бумаги. Послушай, Конни, все это неправда. Он мне не любовник. Ну, скажи, ты веришь мне, Конни? Мэгги, отдай. Я не могу. Появляется мистер Рутлинг. Чудесно, все в сборе. Какая, я бы сказал, милая семейная картина. Я торопился, мистер Старков, чтобы лично поблагодарить вас за великодушие. Да-да-да. Вот именно, я бы сказал, за ваше щедрое великодушное пожертвование. Пожертвование, которое, я бы сказал, здесь была совершена кража. Кража! Моя дочь Маргарет похитила у меня очень ценную вещь. Пакет с секретными бумагами. Если ей удастся их обнародовать, мне будет нанесен такой материальный ущерб, что я больше не смогу делать щедрых и великодушных пожертвований. Попробуйте уговорить ее вернуть мне эти бумаги. Нам это не удалось. Я бы сказал, как ваш духовный наставник, миссис Чалмерс, если, конечно, то, что я сейчас услышал, соответствует действительности, то я вас прошу, я бы сказал, советую вам... Мистер Ротланд, только не ставьте себя в смешное положение. Неужели вы не видите, что отец спекулирует на моем мнимом уважении к вашему сану? Как бы я ни поступила, я готова отвечать за свой поступок сама. Мне не нужно вашего вмешательства. Тем более, насколько я понимаю, вами движет желание и впредь получать щедрые и великодушные пожертвования. Простите, мистер Старклендер, но происшествие, о котором вы упомянули, носит, я бы сказал, настолько деликатный характер, что я не считаю себя в праве вмешиваться, я бы сказал семейные дела и попросил бы у вас разрешение покинуть, я бы сказал подвела меня церковь. Постойте, я говорю, благоволите остаться здесь. Отец, Томми один в машине внизу, ну разреши мне пройти к нему. Отдай бумаги. Мать, скажи им, девочка, что это неправда. Встань, встань, хотя положим останься. Может быть она тебя послушает. Умоляю, умоляю тебя на коленях, отдай бумаги своему отцу и я забуду все, что я здесь слышала. Мать, подумай о чести семьи, ведь это стыд, позор. Мать, подумай обо мне, подумай о Конне, подумай о маленьком Томми. Встань, Ты ставишь отца в ужасное положение. Ты убьешь меня. Встань, мама. Мама, все это неправда. они тебя обманывают, ведь я же совсем не такая бесчестная, как они говорят. Ну, скажи, ты веришь мне, мама? как бы я хотел в этом поверить. Маргарет, Маргарет, ты скрестила свою волю с моей в деле, которая выше твоего разумения. Вы вмешались в мужскую игру и с вами поступят так, как вы этого заслуживаете. том подаст прошение о разводе. Это угроза меня не очень пугает. Да, но политической карьере Новца будет положен конец. Наши добрые обыватели не прощают подобных вольностей. А что касается тебя лично, то мы раздуем такой скандал. Антони! Мы доведем дело до публичного суда. А суд решит, что вы, как совершившее прелюбодеяние, как существо аморальное, недостойные, не имеете права воспитывать своего ребенка. Вас лишат права материнства и отнимут ребенка. Нет, нет, вы не посмеете, ведь я же не сделала ничего плохого. Ни один суд, ни один судья не поверит такому негодяю, как он. Ну, вы думаете? К сожалению, в соседней комнате, кроме меня, находились еще двое людей. Я их специально туда привел. К тому же, это были служащие вашего отца. Как вам известно, дверь была приоткрыта, а они не слепые. И засвидетельствует все то, что вы им подскажете, только правду и ничего, кроме правды. Отец, а если я верну бумаги, Мэгги? Все будет забыто. И ты смиришься даже с моим прелюбодеянием? позволишь такой безнравственной твари, как я, неспособной воспитывать своего ребенка, калечить этого ребенка? Вот уж я не думала, что твоя хваленая добродетель опустится до такой низости. И все это ради каких-то бумажек, ради денег, ради права и впредь обкрадывать других. Что же такое твоя мораль? Деньги, деньги, и только деньги. У меня есть мораль, и дело здесь не в деньгах. Всевышним, всемогущим Господом Богом и людьми мне верены судьбы Америки. Я так свято чту мой долг. Что кража, ложь, прелюбодеяние, ничто в сравнении с твоим высоким предназначением цель оправдывает средства. Совершенно верно. Мистер Ротленд, а вы еще обличали иезуитов как духовный наставник моего отца вы должны... Ну, довольно этой чепухи. Верни мне бумаги. У меня их нет. Если она не выходила из комнаты, а мы нигде их не нашли, документы должны быть у нее. Следовало бы ее обыскать. Совершенно правильно. другого нам ничего не остается. Даблман! Да, сэр? Мистер Хаббард, отведите миссис Шалмерс вон туда, за ширму. Разденьте ее и обыщите. Нет, этого я не позволю. Не позволю! Хаббарду уже во всяком случае не позволю. поздно! Поздно! Вы не вступили за меня, когда эти двое обливали меня грязью, стаскивали с меня последние покровы благопристойности. Какая разница, если они снимут с меня одежду просто? И если это должны делать мужчины, то чем же мистер Хаббард хуже других? Может быть и мистер Рутленд окажет ему содействие? Ведь он мой духовный настав... Дабуманд! Да, сэр! Дабуманд! Позовите слуг. Отец! Что ты делаешь? Экономку и горничных. Слушай сам. Я не могу! Я не могу больше! разрешите напомнить вам, миссис Шалмерс, что вы не только обокрали вашего отца, но вы изменили своему классу и нанесли ему непоправимый ущерб. И Линкольн нанес непоправимый ущерб своему классу, освободив рабов. Я предпочитаю изменить всем вам моему классу, но не изменю ни ему, ни моей совести. Ерунда! Ерунда! Входит экономка миссис Миддлтон. За ними две горничных. Да, сэр? Миссис Миддлтон, отведите миссис Шалмерс туда, за ширму, и обыщите ее. Горничные вам помогут. Разденьте ее, если это потребуется. Понятно, сэр. Что мне надлежит искать? Бумаги, документы, все, что она прячет. Боже мой, чудовищно. Это чудовищно. А ваша кража разве не чудовищна? Трусы. Ах, вы трусы. Неужели вы допустите, чтобы этот позор совершился? Том, неужели в тебе не осталось ни капли мужской порядочности? Верни бумаги, мэтч. мистер Рукланд. Дорогая моя миссис Чалмерс, поверьте мне, я от всей души сожалею об этом неприятном инциденте, но вы так не правы. Ваша вина настолько явственна, что совесть не позволяет мне вмешиваться, я бы сказал... Я больше не могу. Я больше не могу. Увольняйте меня. Увольняйте меня. Я у вас больше не работаю. Я не могу участвовать в таких вещах. Скоты! Скоты! Какие скоты! Болван! Запреки дверь, закройте ее. Благодарю вас, мистер Даблмен. Благодарю. Отец, клянусь вам, вы у меня ничего не найдете. Прошу вас, поверьте мне, не допускайте этого ненужного оскорбления. Вы уже солгали мне относительно Нокса. Нет, больше я вам не верю. Если вы это сделаете, вы мне больше не отец. Вы перестанете для меня существовать. Вы меня больше никогда не увидите, клянусь. Миссис Мидлтон. Да, сэр? Приступайте к обыску. Отец, отец, если ты это сделаешь, я, я... Приступайте. Нет, нет, я, я не позволю, не позволю. Примените силу, если потребуется. Ну же, миссис Чалмерс, будьте благоразумны. Назад! Линда, ко мне! Линда! Линда! Миссис Мидлтон выходит из-за ширмы с торжеством показывая конверт, который Хаббард выхватывает. Это не то. Что это? Оу! Письмо Аноксу! Вскройте и прочтите. Фотография в залог будущего Маргарет. Дайте сюда. Пожалуйста. Миссис Мидлтон! Да, сэр? Это не то, что мы ищем. Продолжайте поиски. Больше ничего нет, сэр. Вы сняли все? Все до нитки. Могу я теперь одеться. Мне холодно. Линда, подите сюда. Миссис Мидлтон! Да, сэр? Вы свободны. Сэр, можно везти маму? Да. Мистер Добовн, помогите, пожалуйста. Я заболеваю. Я окончательно заболеваю. Конечно, ни о каком отъезде не может быть речи. Мне плохо. Я лягу в постель. Мне очень тепло. У меня ничего не нашли. Она не выходила из комнаты. Ну, где же документы? Понятия не имею, куда она могла их деть. Дорогая миссис Чалмес, поверьте мне, я от всей души сожалею об этом ужасном, неприятном инциденте, что меня вынудили присутствовать при таком, я бы сказал. После того, что здесь произошло, мне остается только пойти к своему любовнику. Вы можете думать обо мне, как вам будет угодно. И отнести ему то, что вы для него украли. Хорош гусь, кичить со своим моральным превосходством, произносит патетические речи о краже, а сам вор, 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 настоящий вор, вор, который крадет у нас все самое святое. Черт отвозьми. Видите? Окно не заперто. Рама двигается свободно. Теперь все ясно. Когда мы отошли к сейфу, повернулись к ней спиной, она взяла пакет с документами и выбросила его в окно. Там дожидался сообщник, который их подобрал. Постойте, постойте, как она могла сообщить Ноксу, не зная о том, что документы у меня. Нокс еще вчера знал, что документы взял я. Не сомневаюсь, что он тотчас же и об этом сообщил. Зачем она пришла к вам сегодня утром? Конечно, для того, чтобы взять документы. Она взяла пакет и выбросила его. Видите? Все очень просто. Маргарет, Маргарет, это правда? Конечно. Я выбросила их в окно. А как же это вам сразу не пришло в голову? Конечно, в окно. А он ждал внизу. А теперь бумаги уже далеко. Так далеко, что вам их не достать. Они у него. И он покажет их сегодня в конгрессе. теперь я могу уйти. И вот Маргарет снова дома. Тяжелая семейная сцена излечила ее от всех иллюзий. Теперь она думает только об одном. Как проникнуть в кабинет Старквиттера, достать документы и вернуть их Ноксу? Войдя в гостиную, Маргарет останавливает Линду. Линда? Да, миссис? Куда вы собираетесь? Мы идем гулять с Томми, миссис. Очень хорошо. Линда, слушайте меня внимательно. Да, миссис? Помните портрет Линкольна на стене отцовской библиотеки? Да, миссис? Поезжайте сейчас же туда и привезите мне конверт с бумагами, который я спрятала за портретом. Тише! Сделайте это незаметно. Оставьте Томми у бабушки, а сами проберитесь в библиотеку, встаньте на лестницу и вам останется только протянуть руку. Возвращайтесь сюда как можно скорее. Линда, возьмите машину, будьте осторожны, умоляю вас, будьте осторожны. На пороге Линда сталкивается с Говардом Ноксом. Я знала, что вы придете. Как странно. Вчера мы с вами расстались навсегда и вот сегодня мне пришлось за вами послать. Вчера вечером после того, как вы ушли, Хаббард украл у меня документы. Он это сделал еще при мне. Как? Он прятался в соседнем номере. Неужели он посмел? Да. Он рассказал обо всем, что видел отцу, матери, коне, прислуги, словом, всем на свете. подлец. Да. Кажется, я его так и назвала. Как выразился преподобный Рутленд, это была прямилая семейная картина. Мама плакала, кричала, что она не верит, но она была в истерике. Конечно, она поверила и конне тоже, и все. Чему же они поверили? Тому, что вы мой любовник. Боже мой, что вам пришлось вынести? А я все думал, зачем вы меня позвали. Теперь я знаю. Нет, вы не знаете. Все равно я политический банкрот. Их план удался на славу. Вы меня предупреждали, Джифорд меня предупреждал, все меня предупреждали. А я вел себя, как безмозглый дурак. Ну, что ж, все равно на мое место встанут другие, более достойные. Так или иначе народ победит. А я зато нашел вас. Кажется, мы с вами поменялись ролями. Это судьба. Надо смотреть ей прямо в лицо. Мы боролись и были побеждены. после того, что сегодня утром с вами случилось, у вас одно прибежище, это я. Не бог весть, какое сокровище, но я люблю вас. В политике теперь я человек конченый. Я не пойду в конгресс и я не скажу своей речи. Нет, вы ее скажете. Для этого нужно быть дураком вдвойне, ведь доказательств у меня нет. они у вас будут. Как? В этом странном деле одна кража порождает другую. Отец обворовывает народ. Документы, которые обличают его в воровстве, украдены Херстом и переданы вам. Хаббард крадет их у вас и возвращает моему отцу, а я краду их у отца, чтобы отдать вам. Где документы? Линда должна их привести с минуты на минуту. И вы это сделали ради меня? Нет, не ради вас. Признаюсь, первая моя мысль была о вас, но все это было так ужасно, что если бы я это сделала ради вас, я бы не выдержала, я бы сдалась. Но я вспомнила о том, что вы мне говорили. Я вспомнила этого мальчика, который никогда не видел весны. я вспомнила о голодных рабочих, о загубленных непосильным трудом детях. Я вытерпела все это ради них, чтобы вы могли замолвить о них слово. А вы знаете, чего мне это стоило? Вы знаете, что они со мной сегодня сделали? В доме моего отца они позвали прислугу, раздели меня и обыскали на глазах у всех не только моих близких, но и перед священником Хаббардом, секретарем, словом, перед всеми, кого они могли только позвать. Какая мерзость! И все из-за этих документов. Вы видите, я их выстрадала, и теперь я вправе ими распежаться. Сейчас они для меня дороже всего на свете. Я отдам их вам, и вы скажете вашу речь. Вы знаете, мне даже жаль, что вы вернете мне документы. Как? Мне жаль, что я получу их обратно. Я уже примирился с тем, что потеряв все, я буду жить только для вас. Вы не сможете. Такая жизнь не для вас. Я люблю тебя, Маргарет. Я так буду тосковать, Маргарет. В дверях незаметно появляется Чалмерс. И я люблю тебя. но я не любила бы тебя так, если бы ты не нашел в себе силы отказаться от меня вчера вечером. Любимая моя, дай мне обнять тебя, Маргарет. Так. дом дом только пожалуйста без сцена не веди себя как обманутый муж в мелодраме. Ведь я же тебе безразлична. Ты просто отдаешь дань традициям, приличиям, воспитанию. видишь, у тебя больное сердце. Доктор говорил тебе. Чалмерс шатаясь опускается в кресло. Видишь, сильные чувства тебе не по плечу. Может быть, я могу помочь? Подождите, ему сейчас будет лучше. А мне уйти? Подождите, должна вернуться Линда. Подождите, подождите, я хочу сказать вам несколько слов. Хорош. Хорош проповедник. Вчера вы здесь болтали что-то о краже. Добродетельнейший, благороднейший Али Баба оказался обыкновенным вором. Украл жену у другого. Вряд ли это можно назвать кражей? Ах, да, я забыл. Ведь он берет только то, что ему уже принадлежит. Не совсем. Но он не вор, если он берет то, что ему предлагают по доброй воле. Так вот до чего ты дошла. Ты предлагаешь ему себя сама. Вот именно. Я предложила ему себя сама. Не далее, как вчера вечером. Но мистер Нокс от меня отказался. Марта, Маргарет. Это просто невыносимо. Я с вами совершенно согласен. Это просто невыносимо. Вам остается только покинуть мой дом. Ваше присутствие его бесчестье. Не тебе говорить о чести, Том. Не спорю, но по крайней мере я не заводил шашни под собственной крышей. Мерзавец! Не надо. Не надо. Пожалуйста, без сцен. Не ведите себя, как герой мелодрамы. Боже мой, какие вы мужчины удивительные люди. Ну, что мне с вами делать? А почему бы нам не поговорить как разумным людям? В самом деле, давайте сядем в кружок и побеседуем, как разумные цивилизованные люди. Что ж, у нас ведь не каменный век. Не беспокойтесь, мистер Нокс, я не собираюсь набрасываться на вас дубиной. Садись, Маргарет. Прошу вас, мистер Нокс. Двое мужчин и одна женщина. Извечный треугольник. В данном случае только один из присутствующих мужчин любит женщину. Да? Вы в этом уверены? Вполне. Ну, что ж, может быть, вы и правы. Ну, а женщина? Она тоже любит только одного из присутствующих мужчин. И как же мы выйдем из этого положения? Да, но ведь она же еще не сказала, кого она любит. Подумай, Маргарет, вспомни, кто из нас отец Томми. Подумай, и ты. Неужели в последние годы ты мог думать, что я тебя люблю? Сознаюсь, я не очень серьезно занимался этим вопросом. Когда я выходила за тебя замуж, я думала, что люди будут тобой гордиться, Том. Опять политика. Когда же наконец женщины перестанут заниматься политикой? Я надеялась, что ты меня полюбишь. Я знала, что ты меня не любишь, но я надеялась, что любовь придет. Прости мне мой нескромный вопрос. А ты-то меня любила? Нет, но я надеялась, что и это придет. Так, значит, все было ошибкой? Да, моей, твоей и отца. Ах, сколько утраченных иллюзий. Но мы собирались обсуждать не прошлое, а настоящее. Маргарет и я любим друг друга, треугольник распался. Да, но у нас совсем не треугольник. Вы забыли о четвертой стороне, о томми. Ну, что ж, давайте решать и эту задачу. Но давайте ее решать. Да, но у нашей проблемы существует еще и пятая сторона. Вы забыли о самом главном. Вы забыли об украденных документах. Они имеют прямое отношение к делу. К какому бы соглашению мы не пришли документы. Документы играют решающую роль. Послушайте, я, кажется, вел себя как болван. Выпьем. Нокс, виски. Давайте-ка рассуждать, как взрослые люди. мистер Нокс, вы хотите мою жену? Вы ее получите. Что? При одном условии. Маргарет, ты хочешь Нокса, ты его получишь. При одном условии, при том же самом условии. Верните документы, и мы все забудем. Все? Все. Забудем и простим друг другу. И ты простишь мне даже мою измену? Да. Прощу. Но, в конце концов, я же тоже не был образцом супружеской верности. Верни документы, и ты можешь уйти к нему. Не будет никакого скандала. Я дам развод. Но, если хочешь, оставайся здесь. Выбирай. Ну, а Томми? Томми. Нет. Нет, Томми останется со мной. Я не отдам документов и не отдам сына. Ну, тогда пеняй на себя. Я потребую развода через суд, а разбеденная жена не может иметь сына. Закон на моей стороне. Ребенок останется у меня. послушай, Том, я многому научилась за сегодняшний день, а сейчас я снова убедилась в том, как низко ты пал. Ты готов торговать даже своей честью, но документов я тебе не верну. Хотя бы ты и отнял у меня сына. На карту поставлена судьба многих детей, и я не вправе пожертвовать ими ради своего ребенка. Ладно, ладно, я передумал. Можешь уйти к нему и взять с собой Томми. Получишь развод. Ну, Нокс, вы видите, я совсем не такой плохой парень, а? Отдайте документы. Маргарет, Маргарет, верни их. Ты же знаешь, документы не должны быть оглашены в Конгрессе. Верни их. Берегись, Маргарет, я устрою такой скандал. Твое имя станет достоянием улицы. Тебя будут поливать грязью на всех переклестках. Ты меня совсем не понимаешь, что? Что мне эти самые грязные сплетни и болтовня бульварных газет? После того, что сегодня со мной произошло в доме моего отца, я ничего не боюсь. И я не боюсь скандала, который ты можешь мне устроить. Для меня было бы счастьем уйти к Говарту. Пусть ты не дашь мне развода. Я ушла бы и без развода. Я гордилась бы своей любовью, даже если бы она и не была освящена вашими законами. Я была бы самой счастливой женщиной на свете. Но мы не можем красть счастье других. Говард, когда я пришла к тебе вчера вечером, я была слепа, но я тогда еще не знала всей низости, всей подлости того мира, в котором я живу. Сегодня у меня открылись глаза. Я поняла, что их мораль не стоит и гроша. Для них существует только один бог и один закон. Это доллар. Отец, муж, вся семья готовы были продать меня за право дальше грабить и обворовывать других. Теперь я поняла, в какую суровую борьбу мы с тобой вступили, ты и я. Я живу в пещере разбойников. Больше того, я дочь атамана разбойников. Всю мою жизнь я пользовалась плодами разбоя, значит, я была соучастницей кражи, с меня довольна. И ты, и ты должен помочь мне, Говард. Я помогу тебе, Маргарет, ты знаешь, ты думаешь, мне легко отказаться от тебя. Тяжело отказываться от счастья. Не вернешь документов, не будет тебе ни развода, ни сына, ничего. Ну что ж, ты заставишь меня остаться здесь пока что. Возвращается Линда. Линда? Линда протягивает Маргарет заветную пачку бумаг. Чалмерс успевает перехватить их. Мокс бросается на Чалмерс. Документы падают на пол, их поднимает Маргарет, Чалмерс направляется к звонку. Миссис, он позвонит, Говард, останови его, если он позвонит, слуги отнимут у нас документы. Нокса прокидывает Чалмерса, и вот бумаги снова в его руках. Линда, воды виски с содой. Теперь вы пойдете в Конгресс и вы скажете вашу речь. Да, теперь я скажу мою речь. Знайте, мое сердце принадлежит вам. Верю, настанет день и мы будем вместе навсегда. А пока? Мы должны ждать. Мы будем ждать. Ну, Окс, мы сыграли в ничью. вы не получили этой женщины. Я тоже, но она будет жить под моей крышей. Развода я ей не дам. мы не получим. Но вам это обиднее, чем мне. Идите, Говард. Будьте смелым. До встречи. Нокс уходит. Чауна с трудом поднимается на ноги. Маргарет, послушай, Маргарет, его речь произведет черт знает какой скандал. Ну, не так уж это страшно, как думает твой отец. Мало ли, раскрывалась афер, но власть все равно оставалась у нас. Шум стихнет. Все пройдет. Вот, может быть, и наша размолвка, она тоже пройдет. Ну, почему ты молчишь, Маргарет? Не прикасайтесь ко мне. Пусть в твоих словах, Говард, прозвучит гнев людей, у которых крадут их счастье. Пусть твои слова приблизят будущее. Редактор субтитров твоей Adve субтитров Корректор